Всем привет, с вами сайт смартфон UA и сразу два представителя новой среднеценовой линейки смартфонов LG, двухсимочные модели близнецы Magna и Spirit. Среднебюджетное железо, доступный ценник и при всем при этом дизайн в стиле дорогих флагманов корейцев, включающий плавные линии, блок кнопок сзади, плюс изогнутый корпус и экран. Заинтересовались? Тогда подробности далее в видеообзоре. Внешность у Magna и Spirit идентичная, но от этого не менее эффектная и запоминающаяся. Что неудивительно, ведь им достался уже хорошо зарекомендовавший себя ранее дизайн дорогих флагманов LG. Причем речь идет не только об элементах управления, вынесенных на тыльную панель, но и об легких изгибах корпуса и дисплея. Такая дизайнерская концепция, по словам производителя, увеличивает прочность корпуса гаджета при падении, а также улучшает эргономику и визуальное его восприятие. Кстати, если первое утверждение мы проверять не стали, то со вторым и третьим согласны на все 100%. Magna и Spirit действительно выглядят привлекательно, в особенности с тыльной стороны, которая изготовлена из пластика под металл. За счет необычного форм-фактора они удобнее лежат в руке и в положении прижатым к уху, нежели смартфоны с традиционным плоским корпусом. За счет меньшей диагонали экрана и габаритов управлять пальцами одной руки проще, конечно же, моделью Spirit, но так как в обоих устройствах предусмотрен одноименный режим, то проблем при наборе номера или смс лично у меня не возникало и в случае с Magna. Еще пару слов о расположении функциональных элементов. Как уже упоминали ранее, клавиши регулировки громкости и включения выключения в обоих смартфонах обустроены на тыльной панели, под объективом основной камеры чуть левее от LED-вспышки. Первые имеют специальную нескользящую текстуру, нажимаются мягко и практически бесшумно, а вот кнопка питания наоборот имеет жесткий ход, при нажатии слышен характерный щелчок. Конечно, если ранее не доводилось держать в руках смартфон с подобного рода обустройством элементов, то некоторое время на привыкание, как показала практика, понадобится. Что касается разъемов, то они в тестируемых устройствах расположены на куда более привычных местах. На нижнем торце порт microUSB микрофон, а на верхнем 3,5-мм аудиовыход и микрофон шумоподавления. Прорезь мультимедийного динамика обустроена на тыльной панели слева от логотипа компании производителя. Последний нанесен и под дисплеями смартфонов. Кроме того, фронтальная часть аппаратов примечательна наличием тонкой, едва заметной прорези разговорного динамика, объектива камеры и датчика приближения. А у Magna, ко всему прочему, здесь же есть также LED-индикатор и датчик освещения. Что касается расцветок, то и Magna и Spirit, судя по описанию на официальном сайте, представлены на рынке в трех цветах – белом, золотистом и черном. В изготовлении дисплеев в Magna и Spirit по официальным данным используется IPS-матрица. В обоих смартфонах экраны с HD разрешением и технологией Incel Touch, которая не только увеличивает чувствительность панели, но и улучшает четкость изображения, даже в условиях попадания на нее прямых солнечных лучей. Так и есть, читать что-либо на ярком солнце с экранов обоих новинок не составляет никаких проблем. Запаса яркости и контрастности вполне достаточно для комфортной работы в любых условиях. Нет нареканий и на углы обзора. Они широкие и по горизонтали, и по вертикали. Сенсор достаточно чуткий, распознает до 10 одновременных касаний, вот только из-за отсутствия олеофобного покрытия устраняются последние не так легко, как хотелось бы. Диагональ дисплея Magna 5 дюймов, а Spirit 4,7 дюйма, из-за чего и плотность пикселей последнего несколько выше – 312 против 294 у старшей модели. Вместе с тем в обоих случаях ее более чем достаточно, чтобы шрифты выглядели ровными, а изображение – гладким, без режущей глаза пикселизации. В модели Spirit, в отличие от Magna, отсутствует датчик освещенности. Зато предусмотрена функция «Ночная яркость», автоматически понижающая уровень подсветки экрана до нуля с 12 ночи до 6 утра. А еще оба аппарата получили упрощенный вариант оболочки LG Easy Home и возможность блокировки-разблокировки двойным тапом. Несмотря на то, что разница в стоимости между Magna и Spirit порядка 50 долларов, оба смартфона построены на четырехъядерном процессоре от Mediatek, с тактовой частотой 1,3 ГГц и графикой Mali 400 MP. Объем оперативной памяти – 1 ГБ, а вместимость встроенного флеш-модуля – 8 ГБ. Доступна возможность расширения за счет microSD-карт максимальным объемом до 32 ГБ, а вот функция USB OTG не поддерживается. Учитывая идентичную аппаратную начинку, неудивительно, что в бенчмарках аппараты показали почти одинаковую производительность. На практике ее хватает для воспроизведения видео в высоком разрешении, запуска большинства игр, доступных в магазине Google Play. Набор беспроводных модулей у Magna и Spirit одинаковый, и работают они без нареканий. Вдобавок ко всему вышеперечисленному, каждый имеет по два слота для сим-карт, которые работают в попеременном режиме. Не считая специальной кнопки для быстрой смены приоритетной симки, реализация режима Dual SIM в целом стандартная. В качестве операционной системы Magna и Spirit используют Android 5.0.1, поверх которой установлена фирменная оболочка LG UX. Очень шустрым интерфейс назвать сложно, но и никаких явных подтормаживаний замечено не было. Среди наиболее интересных программных особенностей выделим поддержку функции управления жестами, возможность редактировать сенсорные кнопки главного экрана, задавать способ блокировки дисплея и подключать к гаджетам фирменные чехлы Quick Circle. Старшая модель питается от аккумулятора емкостью 2540 мАч, а младшая от 2100 мАч. При этом время автономной работы обоих можно охарактеризовать как достойное. Просмотр HD видео порядка шести часов на среднем уровне подсветки, игра в Asphalt 8 около четырех часов. При минимальном использовании даже с включенным Wi-Fi заряда хватает на полтора дня. Основные камеры у Magna и Spirit одинаковые, 8-мегапиксельные, дополненные светодиодной вспышкой, системой автофокусировки, функцией управления голосом и минимальным набором настройки режимов съемки. Видео они записывают в максимальном разрешении Full HD. Качество отснятого материала на соответствующем ценовому сегменту уровне. При хорошем освещении получаются яркие и вполне четкие фотографии, а при плохом и в темноте шумные и не детализированные. Если вы фанат селл, то среди этих двух смартфонов вам стоит обратить внимание на Magna. Он получил фронтальный фотомодуль на 5 мегапикселей с возможностью записи Full HD видео, в отличие от Spirit, у которого камера всего на 1 мегапиксель, записывающая ролики в HD разрешении. И хотя себяшки, сделанные при помощи этих фронталок гаджетов, существенно отличаются по качеству, набор полезных программных фишек, предназначенных для их создания, идентичный. Съемка жестом и голосом, функция Touch and Shoot и подсветка фронтальной камеры. Внешние динамики обоих гаджетов, хотя и не могут похвастаться объемным звучанием, зато они достаточно громкие. Да и за счет изогнутой формы корпуса в Magna и Spirit, закрыть их при любой ориентации аппаратов практически невозможно. Разговорные динамики также не вызвали нареканий. Голос собеседника слышно четко, запас громкости выше среднего. Итак, подытожим. LG Magna и Spirit два абсолютно одинаковые внешне и в плане производительности гаджета, изогнутый дизайн которых не только выглядит оригинально на фоне конкурентов, но и вносит свой позитивный вклад в эргономику. Из прочих достоинств моделей отметим свежую версию Android, хорошее звучание и автономность, а также качественный IPS-экран, которому вместе с тем недостает олеофобного покрытия. При всех преимуществах на фоне несколько устаревшего процессора нам кажется, что цена обоих слегка завышена, хотя их мощности вполне хватает для выполнения всех повседневных задач. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова